На прошлой неделе премьер-министр Чувашия Иван Маторин посетил редакцию газеты «Грани». Этот визит не был приурочен какой-либо дате, а скорее имел дружественный характер. Сегодня газета «Грани» — это часть нашего города. В 70-х-80-х годах прошлого столетия Новочебоксарск активно рос и развивался, и необходимость появления городской газеты стала очевидна. С тех пор вот уже 37 лет в одной газете освещаются все грани жизни нашего города. Но уже скоро, в следующем году, отдельная полоса, посвященная Мариинскому посаду и району, привлечет новых читателей. Сегодня еженедельный тираж газеты более 25 тысяч экземпляров, которые разлетаются по почтовым ящикам два раза в неделю — в среду и в субботу. Современные телекоммуникационные технологии также активно используются в редакции. Сайт газеты «Грани» ежедневно посещает около трех тысяч пользователей сети интернет. Иван Маторин знаком с газетой давно. В июле 2013-го он уже посещал издательский дом в качестве премьер-министра. В этот раз перед встречей с творческим коллективом Иван Маторин осмотрел полиграфическую и сувенирную продукцию, выпускаемую гранями, и был впечатлен. Во время полуторачасовой беседы журналисты спросили премьера о том, что волнует самих новочебоксарцев, как оценивает систему образования республики и Новочебоксарска, будут ли еще построены школы в городе, как правительство планирует поддерживать СМИ и многое другое. По крайней мере, та статистика, которую дает Минобразование Чуваши, каждый второй участник итоговых олимпиад у нас становится призером. По-моему, 47%. Это говорит о том, что люди подготовлены, добиваются успеха на российском уровне, увеличиваются поступления в ведущие вузы страны. Это показатели того, что школа развивается в правильном направлении. Наталья Колыванова, генеральный директор и главный редактор издательского дома «Грани», озвучила, пожалуй, один из самых наболевших вопросов новочебоксарцев. Многострадальная дорога по улице 10-й пятилетки, где начался ремонт, теперь подвергается ежедневной нагрузке со стороны большегрузов, в частности, спецтехники, перевозящей мусор на полигон ТБО. Как-то вопрос, видение этого вопроса, оно существует на сегодняшний день? И будет ли что-то меняться? Ну, на первом, наверное, этапе все-таки реконструкцию дороги надо сделать. В этом году из-за нашего предприятия «Ваш автодор» нам не удалось это сделать. В следующем году, я думаю, мы эту тему закроем. По словам Ивана Моторина, доля нагрузки на дорогу 10-й пятилетки со стороны мусороперевозящей техники не столь велика. Решение проблемы в руках муниципалитета. Необходимо ввести ограничения. Журналисты также подняли вопрос поддержки многодетных семей, популяризации рабочих профессий, открытие новых производств в городе по программе импортозамещения, поднятие уровня Волги до проектной отметки. В ходе беседы председатель правительства Иван Моторин раскрыл секрет своей прекрасной физической формы. Он ежедневно занимается спортом. Редакция газеты «Грани» подарила на память Ивану Борисовичу сувениры, а он, в свою очередь, оставил теплые слова в книге отзывов и пожеланий для всех новочебоксарцев. В ближайшем выпуске «Грани» читайте полное интервью с Иваном Моториным. Наталья Журавлева, Петр Куприянов. Новости Новочебоксарска.